Друзья, когда покупаете квартиру, первый вопрос, который вы должны задать собственнику, когда вы ему первый раз звоните по объявлению, сразу вопрос. Какая будет реальная стоимость квартиры, если я хочу, чтобы в договоре купли-продажи была прописана реальная цена, по которой квартира продается? Вы будете удивлены. Скорее всего, это в 80% случаев, если квартира менее 5 лет в собственности, собственник попросит сделать занижение. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Без занижения квартира у вас сразу возрастет на 100, 200, а то и 300 тысяч дороже. То есть, к примеру, квартиру покупаете, написано 5 миллионов, она будет стоить там 5 300. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Потому что он покупал ее в 2 раза дешевле, сейчас цена подросла, и он пытается избежать налогов, то есть, либо скажет, давайте в договоре пропишем 2,5 миллиона, либо покупайте на 200-300 тысяч дороже. И это в 80% случаев. Квартиру такую купить, конечно, можно, но если вы будете продавать ее там через 2-3 года, то вам также придется искать человека, которому также делать занижение, иначе вот этот его налог будете платить вы. Также можете столкнуться с налоговой, налоговый может узнать, что вы пошли на занижение. Все, кино не будет, электричество кончилось. И как бы думайте сами, решайте сами идти на это или нет. Ну, я думаю, много квартир, которых вы найдете, на которых нет занижения. И такие есть, проверите. Просто надо искать. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.